всем привет вы на канале про компьютер и в этом видео я вам покажу что делать если ваш диск загружен на сто процентов мы разберем все возможные способы решения данной проблемы смотри это видео до конца тут интересно также рекомендую посмотреть вот эти два видео ссылки в описании и рекомендую перейти на сайт метеотренд.ком здесь только актуальная информация о погоде в твоем городе друзья но перед тем как начать давайте зайдем диспетчер задач правой кнопкой мыши мы щелкаем по панели задач вызываем диспетчер задач нажимаем кнопку подробнее переходим во вкладку производительность выбираем диск и смотрим если у вас здесь загрузка на сто процентов то это точно видео для тебя если с твоим диском все окей то для образовательных целей ты должен знать что делать в таких случаях из-за того что твой диск загружен на сто процентов у тебя может тормозить операционной системой это раз все программное обеспечение это два также может глючить мышка клавиатура и другие устройства твоего компьютера но хватит болтать и давайте решать эту проблему друзья первая причина по которой твой диск загружен на сто процентов это служба индексирования диска данная служба помогает нам быстро искать файлы и папки на своем компьютере надо проверить все ли с ней в порядке можно ее временно отключить и посмотреть на загрузку диска сделать это довольно таки просто правой кнопкой мыши мы щелкаем на панели задач в абсолютно любом месте опять заходим диспетчер задач windows переходим на вкладку службы здесь мы открываем ссылку открыть службы и нам необходимо найти службу windows search именно одна отвечает за индексирование файлов и папок в нашей операционной системе вы здесь можете отсортировать службы по алфавитному порядку также вы можете сортировать службы по состоянию и увидеть все службы которые работают на компьютере и так нам необходимо найти службу windows search вот она два раза щелкаем по ней левой кнопкой мыши нажимаем остановить нажимаем да во вкладке тип запуска мы отключаем данную службу нажимаем кнопку применить нажимаем кнопку ok и перезагружаем наш компьютер когда вы перезагрузили ваш компьютер или ноутбук нам вновь необходимо зайти в диспетчер задач и убедиться перестал ли грузиться наш диск мы заходим вновь на вкладку производительность и смотрим если нагрузка на диск пропала то я вас поздравляю вам помог первый способ если нагрузка на диск по-прежнему сто процентов вам необходимо отключить еще одну службу она называется super fetch ее можно отключить с помощью командной строки от имени администратора для этого правой кнопкой мыши вы щелкаете по меню пуск и если в контекстном меню у вас есть запустить командную строку от имени администратора вы нажимаете из контекстного меню если нет вы правой кнопкой мыши по меню пуск в найти пишите здесь cmd правой кнопкой мыши по приложению командная строка и выбираете запустить от имени администратор здесь мы всего лишь введем одну команду которая полностью отключит службу еще раз повторюсь команда будет в описании на такси ставим пробел пишем стоп пробел сис майн она же служба super fetch и нажимаем кнопку enter служба сис майн останавливается далее мы действуем по процедуре которую мы делали с предыдущей службы мы перезагружаем наш компьютер или ноутбук и вновь заходим диспетчер задач и смотрим пропала ли нагрузка на наш диск друзья если эти способы вам не помогли ваш диск по-прежнему грузится на сто процентов причина может быть в виртуальной памяти нам необходимо зайти и сбросить настройки виртуальной памяти сделать это довольно таки просто правой кнопкой мыши по меню пуск и заходим выполнить здесь мы пишем одну команду sis dmcpl и нажимаем enter переходим на вкладку дополнительно переходим на вкладку параметры и здесь мы еще раз переходим на вкладку дополнительно во вкладке дополнительно нам необходимо нажать на кнопку изменить и убрать автоматически выбирать объем файла подкачки мы убираем задаем вручную размер нажимаем указать размер и смотрим что нам рекомендует windows исходный размер мы выставляем и значение рекомендуется и указываем 2296 это в моем случае а максимальный размер рассчитывается по следующей формуле нам необходимо запустить калькулятор и так друзья максимальный размер файла подкачки высчитывается по следующей формуле количество установлено у вас оперативной памяти вы умножаете на 1024 и умножаете на 1 и 5 то есть у меня установлена в 12 гигабайт оперативной памяти с как посмотреть сколько памяти в вашем компьютере заходите в диспетчер задач заходите на вкладку производительность и смотрите в разделе память сколько оперативки у вас установлена в моем случае 12 я умножаю на 1024 и умножаю на полтора вот такая цифра у меня получается соответственно я задаю вот такой вот максимальный размер файла подкачки нажимаю задать нажимаю кнопку ok для того чтобы сделаны изменения вступили в силу вам естественно необходимо перезагрузить компьютер и проверить исчезла ли проблема с нагрузкой на ваш диск еще одна причина по которой ваш диск нагружен на сто процентов это физически износ вашего диска проверить это можно с помощью программы кристалл диск инфо набираете в поисковой системе кристалл диск инфо переходите на официальный сайт скачиваете данную небольшую программу которая покажет состояние вашего диска нажимаете на вот эту вот синюю кнопку и еще раз нажимаете на ссылку скачать итак друзья давайте запустим установщик данной программы и я вам кое-что объясню так создать значок на рабочем столе да и нажимаем установить еще раз повторюсь данная программа покажет общее состояние вашего диска если вы чувствуете что ваш диск стал как-то работать медленнее или вы чувствуете посторонние щелчки которые происходят в вашем диске это сигнализирует о том что ваш диск возможно скоро выйдет из строя я вам рекомендую перенести все важные файлы на другой диск соответственно система пытается обращаться к этому диску но диск выходит из строя если это hdd диск там есть головка которая могла запасть или на диске имеются плохие сектора головка не может найти нужный файл этим она грузит систему она постоянно пытается обращаться каким-либо файлом базовая информация в программе кристал диск инфа выглядит вот таким образом текущее состояние у моего диска хорошая здесь есть такая полезная информация как температура и количество включений вашего компьютера и общее время работы диска с помощью данной программы вы можете понимать насколько старый ваш диск сколько времени он отработал и пора ли его заменить еще год назад я проверял данной программой свой диск и здесь было состояние сто процентов сейчас эти значения ухудшились друзья еще одно немаловажное действие которое нам необходимо проверить это зайти в диспетчер устройств windows правой кнопкой мыши по меню пуск заходим диспетчер устройств выбираем вкладку контроллеры айди и а то и смотрим нет ли у нас здесь восклицательных знаков у вас должен стоять драйвер на sata контролер то есть по сути это драйвер которая взаимодействует между вашей материнской платой и жестким или ssd диском у меня стоит нестандартный драйвер от microsoft у некоторых стандартный у меня стоит фирменный драйвер от моей материнской платы если здесь у тебя стоит восклицательный знак значит устройство работает неправильно тебе нужно скачать драйвер с официального сайта производителя ноутбука или с официального сайта производителя материнской платы или попробовать зайти в свойства на вкладку драйвер выбрать обновить драйвер и нажать автоматический поиск драйверов Если здесь ничего не нашлось, но восклицательный знак по-прежнему здесь присутствует, ты правой кнопкой мыши щелкаешь по данному устройству, заходишь в свойства, в драйвер, обновить драйвер, найти драйверы на этом компьютере. Здесь ты выбираешь выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере. Как мы видим, здесь есть версии драйверов. Вот версия от 2015 года, от 2017 и стандартный контролер SATA от Microsoft. У меня стоит 2017 года, чем выше год, тем свежее драйвер. Выбери подходящий драйвер SATA для твоего устройства. Следующее, что я вам рекомендую сделать, это зайти на вот этот вот сайт, ссылку я также оставлю в описании под видео, и проверить вашу систему на наличие вредоносного программного обеспечения и другого шпионского ПО. Заходите на сайт и нажимаете на кнопку One Time Scan. Здесь довольно-таки все просто, качается установщик, он весит 14,6 мегабайт, останется только его запустить и выбрать сканирование компьютера. После запуска у вас появятся три типа сканирования, это полное сканирование, быстрое сканирование и выборочное сканирование. Выбираете выборочное сканирование, здесь по умолчанию уже стоит оперативная память, загрузочный сектор и диск C. Нажимаете сохранить и продолжить. Здесь оставляете все по умолчанию и нажимаете запустить сканирование. Это онлайн сканер, у которого присутствуют свежие базы вредоносного ПО, и если что-то найдет, он успешно удалит. Это также должно вам помочь. И последнее, что я вам рекомендую сделать, это проверить вашу операционную систему на наличие поврежденных или отсутствующих системных файлов с помощью команды Dism. Данные действия восстановят в автоматическом режиме отсутствующие системные файлы. Итак, что необходимо сделать, чтобы запустить данные команды? Нам необходимо открыть командную строку от имени администратора. Мы уже знаем, как это сделать. Правой кнопкой мыши по меню пуск найти здесь CMD, запуск от имени администратора. Друзья, эту команду я оставлю в описании под видео. Мы запускаем Dism с опцией Restore Health, восстановить здоровье операционной системы, грубо говоря, простыми словами. Вставляете эту команду из описания под видео и нажимаете кнопку Enter. Вам понадобится немножко времени. Все будет про сканирование онлайн. И если есть какие-либо неполадки, Windows восстановит их автоматически. Этот процесс может занять определенное время. Курсор мигает. Не пугайтесь. Процесс идет. Дождитесь. Обычно эта процедура занимает 10-15 минут. Надеюсь, этот урок был полезен. Ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал.